Привет-привет, друзья! Привет! Рад вас видеть! Коль уж вы на отдыхе, я расскажу вам историю, она тоже со мной произошла этим летом, я был на отдыхе. Хороший отель, все дела. Сижу, короче, утром в ресторане, на завтраке, рядом сидит русская семья, мама, папа, дочь. И мама такая, доченька, говорит, доченька, давай сегодня ты целый день проведёшь без айпада, ты же всё-таки на отдыхе. А папа такой, знаете, уже хряпнул пивка, говорит, ну почему целый день? Вечером можешь посмотреть какой-нибудь мультик? И маму так вбок, мы же с мамой тоже на отдыхе. Понимаете, что произошло? Айпад помог отцу получить секс, а мы ругаем новые технологии, то есть они сейчас приходят на помощь молодому и взрослому поколению, знаете. Просто когда я был маленький, такого не было. Когда я был маленький, меня в этих случаях тупо выгоняли на улицу. И пофиг, какая там погода, знаете. У меня поэтому в пять лет одновременно появился и братик, и менингит. Так что, зря, зря мы ругаем новые технологии, это круто. Знаете, сейчас люди говорят, инстаграм, что это за ресурс инстаграм? Там люди выкладывают фото ног, котов, еды. Ребят, так вы неправильно пользуетесь. Вы, я имею в виду, вы смотрите инстаграм, за звёздами вот за ними, за их жизнью, наблюдайте, понимаете. Тихо, дома, спокойно, едите хлеб, ненавидите звёзд, всё хорошо, понимаете. Инстаграм прикольная штука, мы просто неправильно и пользуемся. Видели, подписаны на инстаграм и звёзд, когда я в Монако, я на яхте, я в Феррари, с хэштегом «Всё надоело?» Суки, вот. Серьёзно, я... Я, кстати, не понимаю, почему налоговая служба Российской Федерации не сделает себе аккаунт в инстаграм, а? Было бы круто, представляете, Тимати просыпается и в новостях на вас подписана налоговая служба Российской Федерации. Налоговой службе Российской Федерации понравилась ваша фотография с Мазерати. Налоговая служба Российской Федерации поделилась вашей фотографией со Следственным Комитетом Российской Федерации. А? И комментарии от налоговой, Тимати, ты классный, больше фоток, больше фоток, Тимати. А твиттер, друзья, твиттер, все есть в твиттере? Все, знаете, твиттер это вообще, понимаете, что благодаря твиттеру сейчас появилось мнение у всех. У всех! У всех! Твиттер, твиттер это вообще официальная страница, он есть у посольств, у Министерства иностранных дел. Министерство иностранных дел Российской Федерации через твиттер выражало позицию по поводу Крыма. Вы понимаете, что происходит? Еще 20 лет назад по этой логике Министерство иностранных дел должно было писать на заборе. На заборе, там бы было рэп-кал, рок-жив, Катя-шлюха, Крым наш. Все. Вы понимаете, что сейчас мы интернету доверяем больше, чем людям? Больше. Как часто у вас такое было, что вы были у доктора, он прописал вам антибиотики. Вы говорите, мне можно пить? Он говорит, нет. Ты приходишь домой, вбиваешь поисковик, можно ли бухать, принимая антибиотики. И там миллиард сообщений. Нет, ты умрешь, ни в коем случае. И просто ты читаешь через час на 50-й странице одно сообщение. Да, и ты. Да! Да! Я буду пить! Yeah! И не важно, что человек в последний раз в сети был 3 месяца назад. Можно пить! Все же, ребят, сейчас все сядут в интернете. Все. Все сядут. Так потому что там интересно, понимаете? В интернете интересно. Вот согласитесь, что в интернете гораздо интереснее, чем в Брянске. Мне вообще кажется, на Брянск можно смотреть только через экран айфона. Там просто разрешение лучше, чем в Брянске. Айфон. Вот похлопайте, у кого есть айфон. У всех, понимаете? Айфон сейчас есть у всех. Это что за чудо вообще? Вы понимаете, что в айфоне есть все? Все вообще. Часы, будильник, погода, навигатор, видеокамера, интернет. Там есть фонарик. Фонарик. Зачем в айфоне фонарик? Вообще в айфоне не нужен фонарик. Не надо светить ночью, что у тебя есть айфон. Тем более в Брянске. Айфон сейчас есть у всех. Вы понимаете, что айфон это социальная уравниловка. Он уравнивает все социальные слои. То есть получается, что СССР все 70 лет стремился к айфону. К айфону, понимаете? Мне кажется, Стив Джобс его так и придумал, понимаете? Он просто почитал труды Ленина, сказал, вот что мне нужно. Только как политический строй это говно, а как телефон это прекрасно. Что надо? У Медведева есть айфон. У премьер-министра Российской Федерации есть айфон. Видели, он недавно сделал лифтолук. Выложил в Инстаграм. Премьер-министр Российской Федерации впервые сделал лифтолук. Его уже 5 лет все делают. А он только сделал. То есть понимаете, все это время у него где-то вот здесь вот свербело же, понимаете? Свербело, он же каждый день на работу на лифте ездит. Он каждый день, наверное, не сегодня. Блин, новый костюм только постригли. Потом, а ладно. Я вообще обожаю Дмитрия Анатольевича Медведева, серьезно. Он прям молодец. У него, смотрите, у него есть все гаджеты, он есть во всех социальных сетях, он есть в Твиттере, есть в Инстаграме. Он еще там танцует, спит. Он прям молодчага, знаете? Мне кажется, Дмитрий Анатольевич Медведев это прям такой политический хипстер, понимаете? Я не уделю, что он скоро в Кремль на совещание приедет на моторолли с бородой и в бабочкой. Плохо, что в Инстаграме нет Владимира Владимировича Путина. Хотя я думаю, что он есть в Инстаграме. У них там просто свой Инстаграм, знаете? Ну я им говорю, вот Инстаграм, где Путин и главы остальных государств. И Путин с утра просыпается, себя фотоет, в Инстаграм выкладывает с хэштегом «Я проснулся!» И в Америке «Твою мать, он проснулся!» Он проснулся, блин. Гребанная разница во времени, нам надо ложиться спать, а он проснулся, а? А как теперь спать, когда он проснулся? Это же кошмар. Но, спасибо. Но я понял, почему Путина нет в Инстаграм, а Медведев есть везде. Они просто играют с миром в злого и доброго полицейского. Я вам серьезно говорю? Путин на больших саммитах говорит «Конец однополярному миру!» И Медведев «Да нет, нет, он шутит!» Лифтовук, видели? Ну вот, смотрите, мы отказываемся от доллара. Нет, нет, ничего не будет. Селфи с Басковым, смотрите. Тяжело сделать, охраны больше, чем у меня. Там не подберешься. И Путин говорит «Мы отказываемся от американских товаров!» И Медведев «Да ладно, прямо сейчас?» Я айфон шестой заказал, он может быть через пару недель. Так что новые технологии — это круто, круто, понимаете? Благодаря айфону и новым технологиям сейчас спокойно, вообще спокойно, можно снять президента Америки, как он занимается в спортзале. Видели это видео, где он в Варшаве в гостинице в спортзале качается? Ну как качается? Вот видели это видео? О, смотрите. Американский крепыш, да? Мне кажется, у Путина часы тяжелее, чем у него гантели. Просто у меня вопрос к американцам. И это ваше угрожающее видео? Угрожающее видео, где Обама держит в руках гантельки? Ребят, тогда вот вам наше угрожающее фото. Где... На котором Путин держит в ногах лошадь. Друзья, общайтесь друг с другом в интернете. Спасибо большое. Хорошего вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok